Приветствую дорогой Олег и дорогая Наташа. Привет вам. Здравствуйте, Хасань. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Хасай Магалинович. Наташу наши знают в школе человека, в будущем в школе человечности. А вас хочу представить. Это мой коллега, мой друг, который занимается очень интересным делом. Он сейчас расскажет об этом. И мы, конечно, поговорим о том, как снимать стресс и использовать энергию напряжения стресса для решения ранее нерешаемых вопросов. А сейчас я предоставляю слово нашему дорогому гостю Олегу. Добрый всем день. Немножко расскажу пару слов о себе. Дело в том, что вот, наверное, таким важным элементом, о котором говорит Хасай, что мультидисциплинарность и разные сферы жизни, которые мы проходим, они помогают нам потом комплексно и решать свои вопросы в текущем моменте. Я хочу сказать о себе, что у меня такой длинный немножко путь, пока я пришел к тому успеху, который есть сегодня, к тем пониманиям, которые есть сегодня. Они связаны с тем, что первое шести лет я занимался спортом в спецклассе по плаванию, потом перед армией это инженерное образование, потом армия, можно сказать, военное образование. После армии так сложилась судьба, видимо, потому что отец инженера, мама медик. Я поступил в медицинский университет, закончил медицинский университет по специальности, с интернатуры окончанием по специальности акушерства гинекология. Хотя как студент успел поработать и в реанимации, и в урологии, и в анестезиологии. То есть разные медицинские дисциплины осваивал. Вот к чему пришел, к тому пришел. К сожалению, к счастью, не знаешь, что лучше, что хуже. В армии были и Средней Азии, и кишечные заболевания, гепатит тяжелый, черепно-мозговые травмы. В общем, все это сказалось тому, что, будучи молодым человеком, прекрасно выглядя, я чувствовал себя, скажем, таким разваливающимся и стал резко терять вес. В общем, стал себя очень плохо чувствовать, в скорой помощи и так далее. Нужно было с собой заниматься. Нужно было с собой заниматься. 90-е годы. Что было под рукой? Под рукой появилось вегетарианство, под рукой были Семеновы, Малаховы, Бутейко. Различные-различные оздоровительные методики. Я стал вникать в них, параллельно учаясь в медицинском университете. Что-то преподавалось у нас в университете. Энтузиастами преподавателями давалась информация. Что-то сам дальше искал. Начал осваивать разные методы оздоровления и траволечения. И гомеопатии позже пришел. Изучил, скажем так, под руководством наставника учебник Ганемана о гомеопатии. В общем, сформировалось свое видение, потому что много из этого, ну не все, но много из этого я попробовал. Мне не понравилась, скажем так, идея пить мочу. В общем-то, и клизмиться. Я посчитал, что должны быть более другие физиологичные методы. То есть, как ранний метод, как хирургический, да. Но как для постоянного потребления нет. И все это время, конечно же, тоже нужно было найти свое место под солнцем. Найти свою мотивацию развиваться, расти дальше. Вот, поэтому много дополнительно читал литературы. И которая бы меня могла, знаете, в 90-е годы для многих были годами испытаний материальных. Для многих людей они остаются и сегодня испытаниями материальными. Все это понятно. Вот, поэтому читал, за что общество платит деньги литературы. То есть, начал изучать и бизнес-сторону, и психологию отношений. В общем, многие-многие вопросы. В общем, кратко о себе вот так могу рассказать, да. Есть еще гораздо много, ну, еще очень много о чем можно рассказать. Последние 20 лет наиболее эффективен в области, помогая восстанавливать здоровье многим людям в различном направлении. То есть, я больше сейчас работаю как семейный врач, как мутрициолог. Уже более 20 лет, сейчас скажу точно, с 95-го года, давайте посчитаем вместе, уже 28 лет я занимаюсь программами снижения веса. Вот, коррекции веса, не только снижение веса, коррекции веса, потому что снизить вес они все хотят. Кому-то надо набрать, и набрать в мышечном направлении таком. Ну, в общем, это мои основные направления деятельности. Плюс, удается помогать большому количеству людей найти свою нишу в этой жизни. То дело, которое их вдохновляет, то дело, которое их побуждает к действию. Они знают утром, с чего начать. Вечером с идеями, с планами не дождутся нового дня. Или мы проводим какие-то семинары, встречи, и люди, там, допустим, семинар запланирован на три дня. Второй день, днем встречаешь, я уже знаю, что мне нужно делать, я уже хочу уезжать. Но понимаешь, что еще, там, два-три дня или неделя, вот у нас в октябре была встреча с моими партнерами из разных республик. Это была Белоруссия, Белорусь, это была Россия, Испания. Были, по-моему, люди из Украины. Ну, как бы, так, на скидку, да, то, что я сейчас так вспоминаю, так, основные люди. И вот у нас семь дней была основная встреча, некоторые десять дней были, но вот второй-третий день люди уже хотели ехать и знали, что им нужно делать. И это, конечно, здорово. Но мы их прокачали до конца, вот, поэтому получаю до сих пор благодарности уже. Прошло второй-третий месяц, до сих пор получаю благодарность и отзывы за ту конференцию, за ту встречу, которую мы провели. Хосай, какие есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Думаю, что кратко, чтобы не затягивать, я рассказал немножко о себе. Спасибо, Олег. Меня Наташа как раз-таки познакомила с вами и дала ваш телеграм, нет, инстаграм, по-моему. У вас такое количество подписчиков, и меня это поразило, как это так происходит. Нет, это столько людей, которые пользуются вашими методиками, но это здорово. Я думаю, что это еще не все, потому что я не занимался, скажем так, накручиванием цифр. Это органический приход людей в мои социальные сети. Я не слишком много этому удивляю внимания. Я бы даже сказал, когда происходит такой момент, когда кто-то в каком-то общении поставит на запись, или какая-то конференция, то есть большинство это даже не специально записанные, а вот удачно кем-то организованные записи, они могут быть более качественные, менее качественные. Ну и потом я получаю, понимаю, что этим нужно поделиться, где-то кусочками. Вот мы люди в сетях работаем. У нас там вот на Ютубе, например, 195 тысяч подписчиков на сегодня. Да, шикарно. А у вас на Телеграме, на Инстаграме сколько у вас подписчиков? Нет, у меня там несколько тысяч, где-то до 10. Я сейчас, честно говоря, не помню, что я последние полтора года я не занимался в сети. В сети вы в основном находитесь, чтобы желающие из нашей школы участники могли к вам прийти и посмотреть. Да, конечно. Дело в том, что для меня Инстаграм, я рекомендую свой Инстаграм, свой Ютуб, как такое место, где заархивированы, скажем, может быть, будущие книги. Вот. Часть, часть, у меня есть тоже несколько, у меня есть книга по бизнесу, которая называется «Фильтры успеха». Но она специфична для определенного бизнеса. То есть она, может быть, не подойдет для любого бизнеса, она специфична для определенного бизнеса. У меня есть книга по очищению организма, естественно, очищение организма. У меня еще были в соавторстве другие книги «Путь к успеху», в частности, вот с Юрием Гончаренко я такую книгу писал. Ну, и рецензентом, где поправлял, ну, некоторые моменты, кстати, рекомендовал, да? Вы сюда вписываете название, чтобы каждый желающий мог посмотреть, почитать книгу. Хорошо, хорошо, да. Прийти к гостю в Инстаграм или в Ютубе. В Ютубе вы тоже есть, да, Олег? Да, я в Ютубе тоже есть, и в Инстаграм можно ознакомиться с моими работами, можно. Там есть работы и рекомендации по бизнесу, там есть рекомендации по здоровью. Ну, так как я работаю и в том, и в том направлении, скажем так, успешно работаю и в том, и в том направлении, поэтому, оставляя небольшие записи, небольшие посты, ну, оставлял, и они мне заархивированы. Для меня это место архивирования моих. И в Фейсбуке тоже есть. Ну, в Фейсбук, Инстаграм они в большой степени дублировались. Ну, мне нравится больше Инстаграм, в Фейсбук как-то я так... Ну, под роликом поставим тогда все ваши данные, чтобы любой желающий мог вам туда прийти в гости. Да, благодарю. По-моему, на сайте книги есть. Я вот стараюсь сейчас сайт открыть, не помню. Вроде как-то что-то мелькало, там какая-то книга есть на сайте. Да, фильтрауспеха.ком, по-моему, такая, фильтрауспеха.ком, по-моему, можно по ссылочке ее найти. Там менялся хостинг, по-моему, такой, фильтрауспеха.ком. Наташа, а ты можешь сейчас нам помочь поставить эти ссылки здесь тоже? Сейчас я должна куда их ставить, просто обычно мы в Ютубе сейчас еще видны. В Ютубе сейчас видны? Я не знаю. В Ютубе поставь все ссылки, да? Просто так, я должна сейчас идти в Ютубе, там идет открытая трансляция, да? Я тогда все ссылки закину. А, да, вот сайт Олег Нижегородцев, фильтр успеха, книга прямо есть, открыла. Да, вы не можете. Сейчас я тогда в Ютуб еще зайду, посмотрю на нас. Вот мне очень это все интересно, потому что я сам лично ни диетой не занимаюсь, ни фитотерапией, ни лекарствами. Я занимаюсь исключительно управлением своим состоянием. Я помогаю людям подбирать те действия, которые синхронны к текущему состоянию в моменте, чтобы сразу снять стресс. Или перенаправить энергию напряжения на решение ранее нерешаемых, волнующих вопросов. Это самое современное сегодня то, что я знаю, потому что у меня метод в интернете стоит уже десятки лет, и у меня 20 книг с лишним, 5 из них на иностранных языках. И очень-очень много людей с разных стран мира. Там и Белоруссия, о которой вы сказали, там и Украина, там и Италия, там и Америка, там и Индия. Мы все собираемся там, на моем Ютуб-канале, и мы занимаемся созданием науки человечности. Наука человечности предполагает возможность самому человеку управлять энергией напряжения и перенаправлять на решение различных вопросов, как стресс-трамплин. И в этом смысле помогает еще включать внутренние резервы. А поскольку у нас есть гормональный механизм, у нас есть психофизиологический механизм, то получается, что все то, что человек может получать извне, например, транквилизаторы, антидепрессанты или, например, водку или вино, он, оказывается, сам может вырабатывать в своем организме эндорфиноподобные вещества. Там и прочее, там, серотонин, каротинир, все это может делать. И поэтому моя основная миссия школы – это значит научить человека лучше управлять своим состоянием, чем это он мог делать раньше. И он это применяет и в кризисных ситуациях, и в чрезвычайных ситуациях, и для развития творческих качеств. Потому что это все взаимосвязано. Я поэтому обычно говорю, когда провожу бесплатный ликбез или вебинары, я обычно провожу, что помимо того, что вот сейчас у нас идет открытый такой вот третье занятие, в субботу 21 час 30, я вас туда приглашаю. Это группа в Телеграме «Как постройнеть». И там как раз-таки будет очень интересно вас послушать тоже. Потому что… Да, я думаю, у нас сегодня эта тема даже подготовился, наброски сделала на сегодня. Ну, хорошо, значит, в субботу, значит, в субботу 21 час 30, наброски никуда не денутся, сделаем. Я могу прокомментировать из того, что я занимаюсь, как я могу быть полезен для участников вашей группы. В том плане, что все, чтобы эти механизмы работали с саморегуляцией, в организме должно быть два условия. Ну, как минимум два условия. Первое. Я так сравню, так как у меня первое образование инженерно-строительное, то я со стройкой это сравню. Должны быть подвезены на стройку материалы, из которых будут строиться. И второе – должны быть строители на стройке. Ну, это понятно. Тогда процесс будет идти. И тогда уже мудрый прораб, мастер, руководитель сможет это все организовать и все это делать. Но часто бывает так. Строители пришли, материалы не подвезли. Это нутрицептики. Это нутрицептики, которые не поступили с пищей. Мы пропустили прием пищи, неправильные диеты, неправильный выбор питания и так далее. А бывает такой вариант, что долго не везли материалы, строители разбежались. Вот примеры конкретные какие-то такие интересные. Например, ну, скажем так, человек недополучает белка адекватное количество. Ну, то ли он ушел в веганскую диету и не уделяет достаточного количества белков. В результате он начинает терять не только мышечную массу, он медленно теряет мышечную массу. Но белки нужны для построения гормонов в организме. Гормонов, ферментов, иммунитета. Вы можете определить, каким он страдает дефицитами? Ну, часто, часто могу. Часто могу. Не всегда это удается, потому что иногда... Ну, да, вот пример, например. Дальше я хочу с белком продолжить. Например, у человека плохое было пищеварение, ему было трудно переварить белок. Из-за этого он получал интоксикацию. Он решил отказаться от белка, от мяса, от чего-то еще. И он отказался от белка. И он говорит, я стал себя так прекрасно чувствовать. Почему? Он не переваривал, плохо переваривал белок. Может, он передал его. Может, его система пищеварения воспаленная и так далее. Он отказался от белка. Уменьшились процессы интоксикации. Он стал себя лучше чувствовать. И он подумал, что это путь, что это выход. Ну, вот это ваш совет, да. Да, и он подумал, что это выход и уходит от приема белка. И что происходит? Ну, органист от этого потреблял белок. Он накопил в мышцах, в мышцах скелетной мускулатуры, гладкой мускулатуры, кишечника, матка, сердце. Ну, то есть везде это там. Белок в соединительной ткани. Он накопил. И теперь он начинает, не доедая, расходовать то, что накопил. Да, понятно. С одной стороны, он свежеет, потому что интоксикация уменьшилась, землистость лица. Стало больше клетчатки, меньше мяса, больше клетчатки в пище. Стало регулярнее ходить в туалет. Да, и кожа стала лучше выглядеть. Может быть, запах улучшился. Он говорит, вау, это мой метод. Но год, второй, третий, запас белка в организме тает, мышечная система тает. Я вижу выправку. Я вижу выправку. Да. И получается, что он загоняет себя в ловушку. Вот это называется, мы создали дефицит строительных материалов на стройке. То есть, ну, они там какие-то были, и рабочим стало легче. Не подвозят новое, не захламляется стройка. Они эффективнее используют то, что есть. То есть, первый эффект вау, он работает в таком направлении. А потом, когда материалов нет, ну, как-то это что-то там перестраивается. Может, какие-то простенки переламывали, сломали, достроили там, где надо. Ну, в смысле, какой-то процесс идет позитивный относительно. То есть, расчищение пространства, улучшение. Но так продолжаться до конца не может. Стройка недостроена. Ну, и плюс идут процессы разрушения, естественно. Непогода, не знаю, еще не будем. Не будем готовы. Но важен второй момент. И потом, когда долго не привозили строительные материалы, краны стояли там, ну, рабочие не работали. Их не надо уже было столько. Их становится меньше рабочих на стройке для обслуживания этого объекта. И тут решили, а, нет, надо побольше белка. Надо побольше там жиров правильных. И моментально притащили на эту стройку все строительные материалы. Но рабочих-то нету. И говорите, я начал это потреблять, а мне лучше не становится. Неделя, вторая, мне тяжело. Да, потому что механизмы переработки ферментной системы, многоэтапные, и в кишечнике, и транскишечный перенос, и в печени, и в органах не работает. Это важная позиция, многоэтапная, что процессы у нас психологически в одном режиме происходят, а психофизиологически в другом, а физиологически вообще в третьем. Очень мне понравилось то, что вы сказали, что есть действие вот сейчас, и я поменял режим питания, и сразу стал лучше себя чувствовать, а есть последействие. И последействие может быть совершенно таким неожидаемым для человека, люди многие этого не понимают, не знают, потому что они не специалисты в этой области. Сейчас много в интернете всяких советчиков, они слушают эти советы. Ну, например, когда любой человек меняет образ жизни, надеясь на что-то, у него может быть в какой-то момент, за счет переключения доминанта, действительно, и подъем энергии, и скил, он говорит, как это здорово. А потом, через несколько дней, он адаптируется, и у него наступает то же самое, что было, может быть, еще и хуже. Поэтому очень хорошо, что вы пришли к нам вот сейчас на разговор, и я считаю, что в нашей группе, которые пытаются похудеть, или набрать вес, кто очень худенький, то есть постранить, все хотят постранить, очень здорово, если вы согласитесь, и там выступите. Да, конечно, ну, мы уже, да, мы предварительно об этом договорились, и я готов. И даже, скажем так, может получиться так, что в одну встречу вот все эти мои наработки за 28 лет, но они не влезут, потому что я, так сказать, обозначу здесь, скажем так, есть избытки в питании, от которых нужно избавиться, есть недостатки питания, которые нужно закрыть, есть еще влияние сна на гормоны, которые повышают аппетит, снижают аппетит, есть пища, которая будет давать быстрое насыщение, мало калорий, казалось бы, там, ну, а может быть, не очень калорийная пища, но вы вынуждены будете питаться часто и разгонять свой метаболизм, и при этом набирать вес. То есть, ну, это вот такие поверхностные только аспекты, все это на гормончиках тоже завязано, как помогать нужным гормонам, режимам дня, в том числе, спортом, как это все... Дело с остающим человеком, да. Я тоже, как и вы, абсолютно уверен, что вот этот режим сна и отдыха очень влияет на гормональную сферу и на психологическую устойчивость человека. Конечно, конечно. Я в каждом ролике своем напоминаю, что недосыпание – это враг наш, и поэтому очень многие люди, которые паниками страдают и так далее, различными фобиями. Очень многие люди, когда начинают понимать, что надо высыпаться, напряжение лишнее снижается, и они выходят на нормальный гоменостас. Это очень здорово. Наташа, я тебе так благодарен, что ты нас с Олегом познакомил. Я сижу, наблюдаю за вами и просто кайфую. Ну, конечно, кайфую. Два красивых мужчин и умных. Поскольку в данном случае я получился ведущий, поэтому я тебе даю слово. А что бы вы хотели услышать? Я, например, могу только сказать, что я счастлива, что вы сейчас разговариваете вот так системно и по психологии, и по физиологии тела. И да, я вот своих клиентов ориентирую на то, чтобы они управляли самостоятельно своей жизнью. Управляли весом, управляли состоянием. Для новичка, который сюда зайдет, посмотрит, и который еще не в курсе, кто ты, скажи, кто ты. Я психолог, кандидат педагогических наук, доцент. Я вот Олега сейчас слушала и вспоминала свои 90-е. В 90-е я тоже увлекалась брегом, обливанием холодной водой. Все-все-все. Но я очень сильно попала на операцию на большую, потом восстанавливалась. И так вот много чего интересного тоже перепробовала в этой жизни. И сейчас я, в общем-то, уверена, что когда человек живет в своей жизни, он точно не знает, какие у него есть потенциалы. Но очень, как вы правильно сказали, легко очароваться современной информацией и потратить лет пять своей жизни, и потом прийти ни к чему. Поэтому вот очень просто важно найти тех людей, которые имеют вот такой большой опыт. Вот вы в работе со стрессом и с психикой. Олег тоже вроде с питанием, со здоровьем, но там тоже психика есть, да? Там все. Я больше про успех, про успехологию. То есть я выводил за то, что я больше вел к успеху, невзирая на то, что... Не глубоко вникая, что происходит с человеком. То есть не закапываясь в его проблемы, а показывая впереди, куда идти. Это просто супер! Я когда-то была у Сэма Гамедовича в гостях, и он мне задал вопрос, а что там у тебя было? Я одно что-то сказала, а он говорит, ну и что? И я думаю, вау, ну наконец-то! Я увидела человека, который не зарывается в прошлое, а говорит, давай вот отсюда, пошли дальше. А там уже посмотрим, что. Ну что, работа с доминантами, работа с успехом, управление своей жизнью, это очень перспективные, хорошие вещи. Но самое главное, нужно обязательно понимать, сидит про вес и про что-то рассказывает человек, который в этом никогда не был, или человек, который имеет не только свои результаты, а результаты прямо вот многих людей. И также про стресс, Хасай Магомедович, да, как выводил людей из стресса, и сейчас происходит. Поэтому я за системный подход. Ко мне приходят клиенты иногда, как к психологу, а я спрашиваю, вы кричите, а запор у вас есть? И на меня смотрят, как на идиотку. Или что вы сегодня утром завтракали, да? Первый вопрос у меня у психолога. Потому что не понимают, что депрессия — это запоры. Крик — это запоры. Вот это всё, да, вот этот блуждающий нерв. И также мне очень нравится тема, когда мы можем идти там к успеху, мы всё делаем, но рядом оказался человек с напряжениями в теле, с дисфункциями. И наше тело точно так же считывает это всё. И вот очень важно и ключ делать. И знаете как? Мы ключом очень быстро, ну как вот предположим, ребёнок не одел шапку, у мамы стресс на неделю, да, на улице мороз. Она не заметила. Потом увидела новости, опять не заметила. И эти напряжения в теле копятся, копятся, копятся. Окей, хорошо, что я дошла до метода ключ и сделала его хотя бы вечером. Но нужно ещё обязательно помнить, что независимо от того, сколько будет напряжений за этот день, то есть стресса. Для меня сейчас нет стресса и дистресса. Для меня ведь нет стресс, потому что это напряжение, которое нужно сбросить. И вот сколько бы этих напряжений не было, я точно должна себя подстраховать. Закинуть магний, закинуть правильные жиры, закинуть те же самые белки. Вот я не ем мясо, да, поэтому я знаю, что я закину в виде белков. Но я кисломолочку кушаю. Ну, я и молоко пью, мне оно идёт хорошо. Вот, натуральное. Вот, там про него плохо говорят, а я не могу удержаться. Мне нравится и чёрный чай с молоком, и просто вот так вот. И я на автомате, как человек, который много работает, я понимаю, что я должна утром закинуть, должна вечером закинуть всё. Мой организм будет работать правильно, потому что, если у нас, предположим, произошёл какой-то стресс, у нас тут же упало количество полезных бактерий, у нас начались воспалительные процессы в организме. «А зачем идти к болезни? Если я могу управлять этим, не задумываясь». И вот этому я учу своих клиентов. Многие сначала возмущаются. Почему я про это говорю, да? Почему я говорю про что-то, если и мы пришли к вам с панической атакой? Ну, и на самом деле панические атаки там лечатся на раз-два-три, проходят моментально. Просто надо понять, что там произошло у человека, да, и как. Вот. И второй момент, почему я очень люблю ключи, почему нутрициологию и вот концепцию вот и Олега, и Хасая. Потому что сейчас очень быстрый мир. И те люди, которые пришли на долгую терапию на год, они быстрее разрушаются, думая, что сейчас мы вот поработаем, да, цикл контакта, мы то сделаем, другое. А не успевает. Психология классическая, которая была разработана в более спокойные времена, за теми процессами, которые происходят в организме у человека и в психике. Поэтому вот это нужно обязательно учитывать, что от сессии до сессии человек может уже столько произойти, что ему нужно дать прямо на первой сессии. Кушаешь то-то, пошел быстренько купил, делаешь там ключ, там кинезиологическую гимнастику, самомассаж живота. Все. Не делаешь – морковка. И сразу скажу, те, кто делает, кто кушает ВАДы, кто делает ключ, другие лица, другой запрос. Вообще приходят, говорят, у меня там на год терапии, на третьей сессии, приходят, говорят, у меня все. Все так отлично. А как мы будем сочетать вот это, что у людей мало времени, все действованы в каких-то там своих проблемах, а когда человек в стрессе, он забывает, например, и про то, и про другое, и про третье. Как мы будем сочетать, как вот это название? Функциональное питание, управление своим реальностью. Смарт-мил. Наверное, речь идет о смарт-миле, «Умная еда». Да-да-да. Вот как это? А, вы про это? Вы про еду про какую, да? Что человек занимается, как профессионально? Нутрициология. 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 Нутрициология, да? От слова nutrition питание, да. Питание клетки, от слова nutrition питание клетки, нутрициология, да. Я понял. Просто я забываю это слово. Разница, можно поясню еще вопрос? Разница между диетологией и нутрициологией. Я думаю, это огромная разница. Дело в том, что сейчас в интернете многие себя называют нутрициологами, но при этом они ведут себя как диетологи. То есть они рассказывают про авокадо, может быть там про что-то еще, про какую-то высшую математику, высшую материю. Все это прекрасно звучит, но это поведение диетолога, это не нутрициолога. То есть диетолог рассказывает про то, что есть нужно жить, ну там пытаться есть в обычной жизни. Лучше, хуже, моднее, не моднее, он рассказывает. Вот это вопрос второй. А нутрициолог говорит о том, что нужно, допустим, клетки нервной системы, клетки печени, клетки, там, сердце поддержать, как изменить состояние крови, чтобы она была не густая, и поэтому не повышалось давление, а чтобы у нас снизилось это давление за счет изменения состояния крови. Вот это про это говорит нутрициолог, профессионалы, пользуются не какими-то там добавками, а пользуются нутрицептиками и парафармацевтиками, то есть сертифицированными в определенной направлении, с определенным уровнем ответственности. То есть это вот... Что это, например, может быть, если там вот это не то, не другое, а что это вот? Чем он пользуется? Это готовые формы, в которых собраны лекарственные растения, витамины, минералы, может быть, в комплексе, в каких-то определенных пропорциях, но пропорции отличают большие умы, которые составляют эти пропорции. Нет химических веществ? Нет, химии нет. Первое отличие нутрициологии, скажем так, от фармакологии, это безопасность применения продуктов. То есть, грубо говоря, если ты возьмешь таблетку какую-то там от давления, для давления, там, антибиотик, увеличишь в 5-10 раз, то жди катастрофу. Это будет отравление, это будет минус здоровья. С ультрицептиком, парафармацевтиком этого не произойдет. Даже если случайно увеличить, да. Мы уже из опыта знаем, из интернетовского, из книг, например, что вот раньше говорили витамины, это полезно, полезно, потом стали говорить, что они не усваиваются, потом стали говорить, кушайте морковку, потом оказалось, что если много есть морковку, то это не очень хорошо, остеопорозы из-за витамина А и так далее, и так далее. То есть это бесконечный процесс, когда нам все время что-то новое дают, новое говорят, что оказывается сегодня то, что нам советовали год-два назад, оказывается, это вообще вредно. И вот как вообще быть в этой ситуации? Можно скажу, как в Польше мои партнеры говорят, в Польше партнеры говорят следующим образом, когда захочешь врачу, если он выглядит хуже, чем ты, выходи сразу. Вырвали, вырвали. Вот, да, да, да. Вот, поэтому мне 55 лет, у меня был 21 год инсульт, у меня были скорые каждую неделю, а сегодня мне 55, я играю в волейбол, моему сыну 4,5 года, вот я смог себя полностью реабилитировать по своим методикам, по накоплению этих методик, ну, в моем сознании. Я автор методики пяти жиров, вот о котором упомянула Наталья, правильные жиры. Я автор методики там по набору подсоединительной ткани, естественно, очищение организма, то есть антиоксидантный коктейль, такое слово я ввел, я нигде его не видел, для своих партнеров я ввел понятие, как антиоксидантный коктейль, но где-то на занятиях смогу объяснить, что это, в чем у вас суть. То есть, мои методики дают мне результат, который на мне люди видят. И, скажем так, если вот по снижению веса, ну, у меня была более сумбурная жизнь, последний год я вот приобрел недвижимость на берегу Красного моря, вот сейчас здесь и нахожусь, у меня 26-27 градусов, стабилизировал свою жизнь, скажем так, хотя много путешествую в Европу, везде, в этом году было на Доминикане, ну, в общем, путешествовать продолжаю, не только хорошее место живу, скинул я 13 килограмм за 9 месяцев. Отлично. Это, я считаю, тоже хороший результат, мне нравится, как выглядит мое тело, повторюсь, мне 55 лет, и поэтому я считаю, что я имею полное право делиться своими методиками, потому что они работают на мне, на моем окружении, у меня, скажем так, тысячи врачей, нутрициологов, ученики, у которых есть аккаунты из школы, которые гораздо больше, чем мои, вот, ну, потому что я не занимаюсь, они нравятся жить и работать, им нравится вот развить свою школу, создать ее, ну, я поддерживаю то и другое, когда надо, тоже вместе с ними выступаю, когда меня просят провести тоже обучение, ну, коротко, да, есть методики отработанные, все это зафиксировано и результаты. Сегодня у людей часто возникает такой вопрос, время, как за короткое время получить результат, как с меньшими усилиями получить результат, как не платить за это деньги, вот интересно мне, я могу сказать, как я зарабатываю, могу вас спросить, если вы хотите, можете рассказать, например, у меня много бесплатных ликбезов, там на ютуб канале, на главной странице есть прямо прилиз, бесплатные ликбезы, ликбезы по 2-3 часа и так далее, у меня бывают консультации бесплатные, когда человек ко мне звонит, вот я не могу, я не могу, я на вас надеюсь, я вынужден бесплатно, но я это делаю всю жизнь, у меня есть репутация, что я не коммерсант, и что не можно так обратиться, ну жить-то надо, и поэтому я когда провожу, и тем более для развития нашей школы, человек больше, школа человеческой, там тоже надо как-то технически инвестировать, инвестировать деньги, конечно, поэтому у меня есть свои ходы, как мне зарабатывать, например, я провожу бесплатно, а кто-то говорит, а я хочу лично с вами работать, вот как вы, я говорю, у меня это личное время стоит столько-то, столько-то, он говорит, мне это не подходит, я говорю, ну тогда открывай бесплатный ликбез, он говорит, у вас есть бесплатный, я говорю, да, я ему даю ссылку, он довольно идет туда, и потом, когда у него возникают вопросы, кто мне обращается, я трачу пару минут отвечать на них, и, например, я рисую, я всем советую заниматься раскрытием своих творческих качеств, я даю там методики для раскрытия творческих качеств, потому что чем больше человек раскрывает творческие качества, тем более он стабилен в обществе, тем более он становится востребованным, и когда-то кто-то к нему, когда он становится неповторимым, кто-то к нему приходит и говорит, а я хочу эту картину, подари мне, Я говорю, слушай, я 400 картин подарил, а теперь только могу за деньги, потому что я сейчас ограничен в возможностях рисовать, писать, времени и так далее. Куплю, говорит, а я говорю, слушай, ну это стоит 130 тысяч евро. Да ты что? Я говорю, да. Ну, он говорит, ну таких денег нет, но буду стараться, чтобы накопить за... Короче говоря, вопрос не в этом. Я помогаю бесплатно, как скорую помощь, есть бесплатные ликбезы, по 2-3 часа любой желающий заходит туда. Вот сейчас мы будем для построения бесплатно проводить, естественно, проводим. А кто хочет купить картину, ради бога, пусть купят, но не все, потому что они мне как дети, я же там душой. И мои люди любят, они есть и в моих книгах, мои любят картины, потому что там я рисовал искренне, с душой, и там душа. И люди, когда смотрят их, они их радуют. И вот вопрос. А вы как зарабатываете? Я нашел партнера, нашел партнера, который монетизирует мои знания, я бы так сказал. А как это? Да, учите меня тоже. Ведь у нас много участников, которые тоже хотят научиться. Да, да, да. И любимый, и монетизирующий. Кстати, мне есть, я часто задаю себе этот вопрос, как правильно ответить на вопрос, откуда у меня деньги. Ну, как бы, да, то есть. Нет, мы уже не ответили на вопрос, я говорю, если есть... Нет, нет, нет. А этот вопрос, он звучит часто, и мне важно ответить на него правильно. А чтобы на него правильно ответить, я должен сам с собой поговорить. Правильно? Ну, так, чтобы разобраться, где я нахожусь, чем я занимаюсь, какая моя польза, за что мне платят деньги. И я хочу сказать, что я вот сейчас в нашем разговоре могу сказать, что, а, не платят деньги за то, что я помогаю человеку найти состояние здоровья. Вот, я обучаю, подсказываю, да, консультация оплатная. У меня есть введение разовая встреча, там, с анализами. Есть месячный, есть трехмесячный курс. Если человеку надо, он трехмесячный курс еще раз покупает. Вот, ну, как бы, или он научился за три месяца. То есть, моя задача его научить, показать, где дальше он пользуется и той продукцией, которая является, ну, с которым я партнерик компании, да, то есть, с компанией. Он пользуется этой продукцией, компании уже 51 год. Я пользуюсь этой продукцией, моя семья почти 24 года уже пользуется. То есть, надежный проверенный партнер. Ну, и вот, за счет того, что человек пользуется продукцией, это, получая некоторый процент от этого. То есть, это, ну, он не очень большой, но с учетом того, что я занимаюсь этим... Которая, именно вот такая, из трав, там, которая состоит... Да, 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 да. То есть, благодаря тому, что люди со мной... Ну, как бы, вот это называется партнерская программа. То есть, вот, благодаря такой партнерской программе я получаю процент, плюс я получаю процент от того, что обучаю нутрициологов и врачей в работе с этой продукцией. Отлично. Систематизирую их знания. Смотрите, многие врачи и многие нутрициологи имеют знания, но у них нет связей между этими знаниями. Вот моя особенность в том, что я умею наладить связи между отдельными знаниями. Так мы с вами тогда еще отдельный вебинар можем провести. Давайте, да, давайте. Конечно, интересно. Вот это моя тоже большая сила, которая дает очень большую монетизацию. Именно вот этот отзыв. В октябре, то, что мы провели, приехало много партнеров, нутрициологов, предпринимателей, ну, успешных людей. И судьи, и адвокаты, и они пришли в нутрициологию, они увидели ресурс, как им помогает быть эффективны на их рабочем местности, им в бизнесе, им в адвокатуре, им в судебном деле, как сохранять спокойствие в этом сумасшедшем мире, где прессинг со всех сторон. И вот мы им помогли нутрициологически, а сейчас они говорят, люди видят изменения, их коллеги, мы тоже так хотим, что с тобой произошло. А вот не теперь их нужно научить. Как раз вот то, чего мы можем вообще-то. Да, да, ну в том числе, да, да, да. Контент во всем мире, потому что раньше никогда не занимались переводом энергии напряжения стресса на решение ранее нерешаемых проблем. Интернетовская аудитория, где у кого сайт и как управлять стрессом, имеется в виду, как снять стресс. Там упражнения йоги, там упражнения айкидо, там упражнения цигун, там упражнения медитации. А как использовать стресс? Как стресс-трамплин, да. Энергия эта есть, чтобы ее не гасить, не тратить время, а чтобы ее перенаправить. Это у нас в школе, да, такое. Можно я Наташу вопрос задам? А, да, можно. Или вопрос денег тебя вообще не интересует? Как это не интересует? Мне очень нужны деньги. У мужчин и женщин разные отношения к деньгам? Или как? У мужчин и женщин, слушайте, вы знаете, очень много манипуляций относительно денег. Но сейчас очень много мужчин, которые пользуются и женскими деньгами, и, конечно же, очень развито в психологии, вот это считается, я считаю, это ложь, когда нужно там что-то сделать с мужчиной, чтобы он начал много денег зарабатывать и потом еще, да, там, забрать эти деньги у него. То есть, в общем, настроены очень много женщин, настроены на то, что дайте мне деньги за мою любовь. И я очень многим клиенткам просто рассказываю, вот тебе дают деньги, за что? Ответ всегда один в нашем СНГ пространстве, за любовь. Я говорю, ты знаешь, деньги на любовь не меняются, и это либо проституция, либо давай искать, за что дают деньги. Деньги меняются за услуги, за информацию, и за услуги, за информацию, за статус. Все, за это дают деньги. Либо от тебя откупаются, либо давай думать. И вот девчонки сначала злятся, расстраиваются, потом думают, потом настраивают отношения, становятся самостоятельными и начинают включаться в развитие своего успеха. Да, и то же самое. Интересный момент. Я думаю, мы с тобой, Наташа, тоже еще сделаем вебинар. Большая очень тема. Почему? Потому что очень много девочек, действительно. Я знал одну девочку, которая пыталась там помириться со своим бывшим, как говорится, френдом. Я говорю, что там такое случилось? Она говорит, я тебе расскажу. Вот, говорит, ситуация такая. Мы вообще, у нас, когда мы ведем какие-то, ну вот, в интернете беседы, мы личные темы не трогаем. Пока человек сам не хочет сказать. Это я говорю, чтобы новичок, если нас будет слушать, чтобы он понимал. И у нас, ну, обычно люди хотят рассказать. Ну, кто хочет, пожалуйста, по согласованности, рассказывайте. И у меня была вот эта знакомая. И она говорит, я ему говорил, я же тебе любовь дарю, хорошо. Это то, о чем ты говоришь. Я тебе дальше вот хочу вопрос задать. Я считаю, говорит, что я красивая. Ты мне всегда говорил, что ты меня любишь, что я красивая, что у меня глаза неповторимые. Я тебе верила. Где деньги, да? А он говорит, слушай, от того, что ты мне даришь вот это, себя в этот момент, я тебя люблю. А то, что ты потом меня начинаешь бить по голове, она говорит, как я тебя бью по голове? Ну, ты мне все время говоришь, вот то, чем ты занимаешься, кому это нужно. О, кошмар. Не представляешь. А он там пытается роман написать. Ой. Он говорит, ты сначала сделай материальную базу, как Петров, а потом пиши свои романы. Он говорит, после этого я уже не смог выдержать долго, там несколько лет они и просуществовали, потом разорвались эти отношения. Разве может женщина, которая должна быть музой для мужчины, и которая подняла мужчину, и он стал великий, разве может она его, вместо того, чтобы поднимать, бить ему по голове и говорить, ты посмотри на Петрова у него. Это плюс, конечно, это насилие в паре. И это самое распространенное насилие, обесценивание мужчин, мужской вообще жизни. Ну, это очень серьезный момент. Если есть пара, то нужно вместе. Очень интересные приходят пары, конечно, тоже вот про деньги разоговорили, когда мои деньги, это мои женщины думают, а вот деньги мужа, это общие. Или даже мои тоже. Это вообще, конечно, нет, конечно, пожалуйста, но только ты будешь дивалидизирована полностью, и потом не плачь, что осталась на улице одна, все дома и всю от тебя забрали или что-то еще. То есть, ну, тема большая. Знаете, что хочу сказать? Во-первых, про картины. Картины вживую выглядят объемными, шикарными и совершенно другими, нежели вот мы видим на картинке или в интернете. И когда кто-то покупает в своем кометочке картину, вот эту, наверное, рисовали года три, да, которая стоит за вами. Мы прямо сидели и думали, как сделать, чтобы он ехал. У нас был голубой стул. Мы вместе рисовали. Да, да, вы думали, как сделать эти колеса. И коллективный разум. Мы иногда включаем этот формат. Да. Я тогда там рисую, а все участники у нас, нашего сообщества добровольного советы дают. Я придумал такой формат. И вот Наташа давала советы. Мы там, значит, что делали? Чтобы колеса крутились. Думали, чтобы он ехал. Мы, конечно, не закрутились, да. Да, да. Раньше как говорили, слушай, там один тебе один даст совет, другой другой, и у тебя получится лебедь, рак да щука, да ничего не получается, художник должен сам думать и так далее. На самом деле, я как незнайка, я со всеми советуюсь, но решения принимаю сам, естественно. Советуюсь со всеми. А то мне даже вот близкие друзья говорят, что ты со всеми советуешься. Я даже с дворником советовался. Как тебе картинка? И он мне дал хороший совет. Я собираю по крупице все советы и анализирую. Мы с Олегом нашли в этом смысле философский друг друга, потому что он мультидисциплинарник, разными направлениями занимался. И я один мультидисциплинарник. И он занимался многими направлениями. И я, и мы понимаем друг друга. Я вот в нашей школе всех учу. Не только открывать способности, но и быть мультидисциплинарниками. Потому что только на связи различных наук происходит открытие новых знаний. Это очень интересно. А когда человек заострен только в одном направлении, когда говорят, не сосредотачивайся вот так, как ты разбрасываешься. Нет. Надо сосредотачиваться так, чтобы ты ни о чем в этот момент не думал. Это неправильно. Надо глубоко погружаться в одну тему, где ты мастер, специалист. А эти все темы, тебе эту тему поддерживают. Стыки наук, да. Стыки наук, да. Я хочу вам сказать спасибо, друзья. Я очень рад, что мы поговорили. Пожалуйста, свои данные там напишите, чтобы все женщины могли к вам приходить. И вот у нас будет в субботу в 21 час, значит, бесплатный марафон «Как постранить». Мы-то все стройные. Но надо, чтобы еще все постранили, которые хотели. Да, чтобы другим и помогли. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за общение. До встречи в субботу. Или, может быть, до субботы еще успеем пообщаться. Было бы хорошо, было бы хорошо, еще мы поговорим. Еще поговорим до субботы. Да, всем хорошего дня. Очень спасибо. До встречи. До встречи. Так, я остановил. Так. Теперь мне важно... Записать. Так, сейчас, сейчас, сейчас куда-то надо. Вот я остановил. Теперь мне надо... Что надо сделать? А вот не знаю, Хосе Магомедович. Написано, эта конференция записывается сейчас. У меня. Ну, не у меня, а у вас. Вот что записывается. Вот у меня строчка написана. Эта конференция записывается. Ну, это в начале было. Так, сейчас. Ага. И вот там, наверху, красный огонек. Так. Запись. Это запись. Теперь мы пишем завершение. Сейчас, секунду. Угу. Так. Завершение. Завершить конференцию для всех. Выйти. Так. Выйти из конференции. Так. Запись, наверное, это на компьютере должно быть, да? Да, посмотрим. Да, посмотрим. Угу. Так, осталось. Оставить. Ой, извини. Ничего. Вот я не могу понять. Я разговариваю. Здесь написано. Запись. Так, сейчас, сейчас. Посмотрим. Каждый раз я забываю, куда здесь нажимать. Я ни разу не записывала никогда на зуме ничего. Даже не купа. Выйти из конференции. Завершить конференцию.